Дефицита донорской крови, по словам медиков, в городе и области сейчас нет. Всё благодаря тому, что её запасы постоянно пополняются. Особенно ценится кровь четвёртой, самой редкой группы, как и любой другой с отрицательным резус-фактором. Прямо в здании управления наркоконтроля выехала мобильная бригада Самарской областной клинической станции переливания крови. Ежегодно участвую в сдаче крови. Считаю, что это очень нужное и важное дело, потому что от каждого зависит чья-то жизнь. Потребность такая существует, потому что там люди с онкологическими заболеваниями и другими, плюс ещё аварии. И наши коллеги, так сказать, которые люди в погонах, им тоже требуется кровь. Ну и, конечно, это большой воспитательный момент именно в плане сотрудников нашего управления, когда вырабатывается именно гражданская позиция и социальная ответственность перед обществом. Без отрыва от работы кровь решили сдать около полусотни наркополицейских. Оперативники, бойцы спецназа и кадровые сотрудники. Перед процедурой каждый прошёл предварительный врачебный осмотр. Это в основном молодые и зрелые люди. Ежегодно они проходят углубленное медицинское обследование, диспансеризацию. Поэтому, когда они приходят сдавать кровь, это уже люди обследованные, здоровые. И вся кровь, которую они сдали, идёт в работу. У каждого донора в среднем забирают по 450 мл крови. Так по крупицам и набирается золотой запас жизненно необходимой жидкости. По словам специалистов, периодически становиться донором не только почётно, но и полезно для здоровья. Происходит обновление стволовых клеток, так сказать, все форменные элементы. После кроводачи обновляются. По полности изменяется и вновь восстанавливается состав циркулирующей крови. Впереди у наркополицейских два дня на отдых и восстановление сил. Таковы правила. Стать донором и помочь нуждающимся может любой гражданин России. Достаточно предъявить паспорт и пройти предварительную врачебную комиссию. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.